не буду никого томить это обычный гермопакет довольно частенько я выхожу на улицу и пользуюсь gps в роли gps у меня планшет либо кпк но для кпк мы потом позже прикупим если эта вещь окажется отдельный а пока мы данную вещь приобрели только для планшета специально не разрезаю упаковку чтобы не повредить больше нету чтобы не повредить сам гермомешок герой мешочек находится такой фиг мне которая мешочек в мешочке которая довольно-таки шумная смотрите что прикольно что можно сносить на шея не обязательно конечно его использовать только для планшета можно его использовать и для и для кпк вот у меня кпк ну для кпк тут конечно можно блин 2 кпк вставить сильно размусолит не матчего мы просто посмотрим стоит ли эту штучку носить выполняет ли она свои обязанности или не выполняет в принципе вы знаете я рассчитывал на то что гермомешок он будет просто как как бы это сказать так просто будет лежать сумочки пользоваться я буду планшетом с его родным чехлом вот что касается гермомешка это в случае допустим если будет какой-то дождь сразу же и мне нужно будет им пользоваться потому что я часто когда хожу с картами то мне очень неудобно когда начинается дождь обязательно ищешь какое-то укрытие обязательно начинаешь как-то там закрываться в общем идти вообще некомфортно потому что не хочешь испортить устройство и тебе допустим надо идти ты можешь сориентироваться у меня бывает часто люблю заходить какие-то такие места которые я не знаю то есть там нет ни тропинок не каких-то направлений вот в глухой лес зайдешь и идешь чисто по gps у какие-то неизведанные тропки там вот мне очень люблю такое поэтому в принципе взял и для этого себе гермомешок но я думал знаете как думал чтобы он так вот как вы просто лежал где-то сумочки пользуешься планшетом и случае если начинается дождь и тебе нужен планшет вот ты достаешь гермомешок и пользуешься уже через гермомешок я хочу такой гермомешок для кпк для телефона и думаю еще может быть такой гермомешок знаете приобрести просто для электроники вот собираешь там допустим вампирчик шнуры всякие там я как-то утушите по-моему видел очень хорошо а можно даже для для экстара доставить и даже экстар сюда влезет новье еще запчасти какие-то отлетают так как им пользоваться в принципе ничего сложного нету аж три степени защиты смотрите 1 2 и 3 плюс вы загибаете эту таким образом таким буквой z и потом застегиваете на застежки но нехило интересно сколько это все прослужит если бы это было качественно было бы конечно очень хорошо ссылка откуда брала данный гермомешок герма пакет будет в описании переходите смотрите он не сильно дорогой я уже честно говоря даже не помню сколько он там стоил пару долларов уго по-моему 10 дюймовый планшет влезет прилип с татикой сразу же посмотрим насколько это комфортно и удобно когда когда идешь пешком в дебри какие-то что желательно иметь все руки свободны честно вам скажу я когда в переходе шел и заблукал короче когда у меня был этот ролик этом переходе шел и заблукал стал короче ходить кругами в общем достал планшет и иду по планшету иду по планшету каждый шаг делаю куда он указывает иду 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 там вообще дорог нет дебри какие-то иду общем и очень неудобно особенно когда какие-то заросли тебе ветки надо убирать и одна рука занята тем что держит планшет вторая рука разгребают это все это как бы и планшет пытаешься сохранить чтобы его ничего не ударило вот и неудобно неудобно поэтому освободить руки было бы конечно в таких переходах очень кайфово я для этого хочу сделать такой как пит или как он называется не знаю в общем я потом вам все покажу я уже в китае приглядел себе данную там такие коробочки специальные но они не для этого предназначены в общем все это увидите пока пока же буду пользоваться таким гермомешочком вот естественно конечно сильно с ним долго не похож почему потому что довольно тоненькая вот эта вот штучка и будет наверно тирать шею но если взять воротник и через воротник перекинуть то думаю вполне будет удобно где ты находишься смотришь встречи все нормально работает я вначале переживал по поводу того что здесь идет статика начинает прилипать на самом деле очень хорошо очень комфортно все работает ну давайте включим козик нет включим без gps включим просто типа карту так ну и кнопки мои кнопки работают смотреть вот ну вот смотрите вот вы допустим где-то переходить тут надо брать трекинг вот вы переходите анализируете где вы находитесь вот допустим идете по вот этой дорожке да не знаю он наверно плохо видно вот допустим идете по этой дорожке так и думаете когда же тут поворот будет направо она еще не дошли опускаете просто чтобы вам хорошо было видно приходится сильно поднимать а вот так вот для перехода достаточно блин шебуршит на микрофончик мы так кстати еще в чем преимущество таких штучек что еще можно допустим делать если купить такой небольшой то я думаю что вполне можно использовать телефон как камеру для съемки под водой то есть можно при помощи такой штучки опуская на дно включенный смартфон снимать всякие там подводные баталии можно рыбалку снимать можно там рыбу какую-то раков еще что нибудь в общем я думаю вполне достойная вещь засунули вот у нас индикатор наличие влаги честно говорю стрёмно но надо вот включили да получается у нас не хватило емкости чтобы полностью погрузить но ничего страшного мы сейчас с вами так погрузим а потом возьмем и развернем и погрузим настройки у нас уже какие-то нажались вот честно говорю стрёмно нас тут ничего не возит с третьего воде не работает кнопки нажимаются попробуем кнопки не нажимаются ну пока вроде бы все нормально стрёмно если честно стрёмно ничего зато сразу же узнаем если смысл покупать данные приблуды чтобы защищать свои любимые гаджеты или же лучше не стоит рисковать теперь нужно как-то это все протереть ну что я вам скажу годная вещь пока что кнопки нажимаются забыть домой так ну как видите нормально все работает воде сама не работает а так работает вытирать туалетной бумагой я тут немножко испортил рабочий стол смотрите как на туалетной бумаге сразу видно что есть влага надеюсь вам видно да вот сразу же видно что есть влага отключим и попробуем все протереть нам же нужно так открыть его и так все достать оттуда чтобы реально увидеть попала влага или не попала у нас там все сухо поэтому нужно здесь все хорошенько вытереть чтобы здесь даже и намека не было на влагу я недавно снимал ролик у меня там был гермо бокс для аккумуляторов кому интересно посмотрите по этой ссылке так так у меня был момент когда я тоже хотел продемонстрировать попадает влага или нет получилось что тоже надо было вытирать качественно аккуратно чтобы вообще не было нигде и следа влаги но там тоже все нормально сработало дермо бокс отработал на ура так ну вроде бы местами тут чуть-чуть есть по виду внутри вроде как все сухо все нормально ну открываем вот влага у нас влага у нас в закрывке но это нормально это нормально это естественно сюда влага пройти вполне могла спокойно так ну вот тут вот я хочу показать вот здесь при начале чуть-чуть есть это нормально то есть надо еще как-то сюда подлезть и здесь тоже хорошенько протереть нашим индикатором будет именно вот это вот намокло или нет первая защита здесь есть немножко водички 2 уже водички не вижу вижу только только тут вот сверху еще не дотертая снизу вроде ничего нету все сухо так ну и смотрите вынимаем планшет планшет сухой ничего на нем ни капельки нету все нормально работает честно скажу было стрёмно и вынимаем наш индикатор наш индикатор ну что я вам скажу индикатор полностью сухой в общем данный гаджет девайс защищающий ваше устройство от влаги рекомендовать могу кому понравился данный ролик ставьте лайк пишите хороший комментарий заходите в другие ролики также ставьте лайки и также пишите хороший комментарий в общем будем пользоваться во время дождя берешь собираешься электронику в такой пакет и можешь не переживать что ноте намокнет все пока пока